Сегодня мы решили записывать, начать записывать наших замечательных посетителей, питомника. Вообще такие интересные люди попадаются, что просто... Хоть мы привыкли ко многому, к разным людям, так сказать, но все равно бывает так удивляют, что просто нет слов. Не только удивляют, а просто люди, которые вообще не соображают ничего в животных, и приезжают в профессиональный, конечно, питомник, и начинают какую-то прогугнуть. Нет, ну они не специально же прогугунят, это как бы, в общем-то, их общий уровень образования. Не менее. Они уже на формах каких-то... Ну, они готовы, да. ...посидели, там уже какое-то хренатенье нахватались. Они заранее готовы к каким-то проблемам, которых нет. Нет, а к проблемам, которые у них явно появятся, они не собираются и готовятся, так скажем. Они мало того, что, значит, вот единственное, что они хорошо знают, это, значит, когти. Посмотри, какие там когти отросли у собаки. Что в ушах у собаки делается, понимаешь? И потом еще глазки, глазки, посмотрите. Вот и все. Нет, ну еще она должна просто умереть от счастья, увидев их. Ну и собак, и щенок, конечно, должен в это, как юла, там прыгать, понимаешь, до бессознательного состояния. Вот тогда это нормально. А если щенок, значит, тем более подрощенный щенок где-нибудь уже после двух месяцев, он уже все-таки соображает, вот такой чужой слой. Вот, если он сидит и просто виляет хвостом, то это недостаточно, он здоров. Да, что-то какой-то странный какой-то. Да, он какой-то больной, уже не считается почему-то. Что какой-то он вяленький. Ну вот расскажи про сегодняшнюю тетеньку, семейство, вернее, целое. Ну там тетенька блистала, я так понимаю. Там тетенька приехала и... И сначала она позвонила мне, начну я. Сначала она позвонила мне, ребенку, 8 лет, собачку, Треба. Вот эту собачку. Вот эту собачку. Я предложила, вот, хотят баллонку, вот отличный маленький кобелек, прекрасный, с отличным характером, все. Значит, первый вопрос, который был задан, а когда его кастрировать? Это первый вопрос. Второй вопрос. Зачем уядя? Второй вопрос. А где его дрессировать? Не как кормить, не как не причинить ему вреда, как его вырастить, чего опасаться? Никаких вопросов нет. Вот два главных вопроса. Ну ладно, приехали смотреть. Дальше уже вот Миша с ними общался, рассказывай. А дальше возникли другие вопросы. Первый вопрос, значит, возник. Они хотели бы сделать УЗИ сердца и почек. Чем изумил просто этот вопрос? Изумил Миша. Я, знаете, что-то, да? Вообще-то, вот, 30 лет с собаками. Но вот такого еще не слышал. Не знаю, что и сказать первую секунду. Говорю, зачем? В общем, а вот у них с котом, она сказала, была такая вот ситуация, что, значит, они купили мейн-куна, и этот мейн-кун, значит, что-то там как-то стало себя нехорошо вести. И они побрели нашим доблестным ветеринарам, и те сказали, что у них, значит, перегородка сердца дрябленькая. Сделали УЗИ, сделали УЗИ, и сделали Дрябленькая. Надо заменить сердце резко. И предложили им, значит, это у Сотникова, у братьев Сотникова. И предложили поставить там перегородочку на сердце, уплотнить эту, как бы, это самое... Мастера просто. Перегородку сердечную, да. Сделали операцию за 40 тысяч. Ну, как-то, видимо, ее жаба задавила все-таки за 40 тысяч. И кот продолжает жить с плохим сердцем. И кот живет с плохим сердцем, и даже тут свалил у нее. Да, убегает как-то. На трое суток. С плохим сердцем. А потом явился обратно, не запалился, видимо, жрать захотел. И как бы ее не пережил нафиг. Потом, значит, такой разговор. Я говорю, знаете, сейчас весна, но все-таки вот солнца не хватает, витамина Д не хватает. Поэтому, когда солнечные дни, вы пользуетесь этим, и с собакой надо гулять как можно больше. Вопрос такой. А почему? А как витамин Д будет собака получать, если у нее шерсть растет? Молчат. Так же, как и вы будете. А говорят, образование у нас хорошее. Потому что вопрос, значит, зашел про витамины, опять же. Эти витамины давать, не давать. Вот. Потом, значит, что? Что еще хорошего? А-а-а. Так вот, еще тема-то какая. Значит, они как бы вот купят щенка, потом они его потащат. Ведь, значит, щенок-то еще на карантине находится. Значит, они потащат его сейчас по всем клиникам, значит, будут его проверять. Вот. А потом, если что-то, значит, они найдут, то они его вернут. Такая святая наивность просто. Я ей сказала, вы знаете что? Вы... Значит, что вернут. Но! Люди не понимают только одного, что фактически... Ну, у нас договор с этими людьми-то. Мы заключаем договор, где мы указываем четко, что любой покупатель может приехать непосредственно с ветеринаром, сделать тут же, понимаешь, клиническое заключение, что собака или здоровая, или собака больная. Тогда на основании этого, пожалуйста, у нас есть акт передачи. Это может написать заключение. Нет, у нас еще есть сутки дается на обследование собаки, но, но, не дабы где, а в аккредитованной клинике, либо при ветеринарной академии, либо не частной, а государственной клинике. А не дабы где, печать я тоже сделать могу. Поэтому, вот так, пожалуйста, нет проблем. Сутки на обследование, пожалуйста, да. А все остальное обследование, там анализы брать, там, мащи, палок, крови, сколько угодно, хоть до конца жизни. Можете, могут это... Нет, самое поразительное... Обследуйте исследовательный шаров. Самое поразительное, что не возникают важные вопросы. Вот, например, а вот я потащу в клинику, щенок не привит, а дальше что будет? Эти вопросы не возникают. Она даже не в курсе, от чего прививаются собаки. Да. Она не в курсе. Я перечислил все заболевания. Что-то мы до Глистов не дошли. Река про Глистов мы тоже не в курсе, я так догадываюсь, мне кажется. Нет, про Глистов мы дошли. Дошли? Что, в курсе Глистов? Про Глистов мы дошли, но как и сколько гнать, и сколько раз в году, это они плавают. Но мы дошли до блох. Мы дошли до блох. Вопрос, значит, а что сделать, если у собаки будут блохи? Я говорю, а что, у вашего кота блохи? Она говорит, да, у нашего кота бывают блохи. Прошу заметить, что кот живет у них в квартире. И они ничего не делают против блох. И у кота, значит, блохи. Это люди, которые хотят делать везде сердца, а? А я говорю, вы хоть понимаете, какие заболевания от блох бывают? Серьезней. Да нет, ну как-то и самим рядом с блохами, это же не Камильфо. Ну, одним словом. Они скусаются вообще. Вообще животные обрабатываются от блох, и есть препараты, и хорошие препараты есть, и плохие препараты есть, которые не... Мошенники есть. Ну, ошенники нежелательные. Ну, кота мошенники в основном. Чтобы у нас был постоянный вот ошенник. Ну, есть фирменный, есть хорошие ошенники. Ну, пожалуйста, обработать, можно фронтлайн там, хватает нормальных препаратов. Сейчас много. Адвокат, понимаешь, и прочие, которые... Нет, но самая главная мысль такая не возникает, что удивительно, до 10 это не доходит. Тут главная мысль, которые какие-то, отличаются запредельные, даже не знаю, ты вот так вот теряешься, даже глупостью не назвать, а какую-то, не знаю, фантазии какие-то больного человека. Это надо УЗИ сердца, блин, делать из щенка, которому два месяца. Это же такая мысль, даже прийти в голову. Тем более, он там все растет еще. Во-вторых, я знаю прекрасно этих ветеринаров, которые с аппаратом доработать не умеют. Конечно. Они, блин, даже щенков-то не могут рассмотреть. Блин, да. Сколько таких случаев-то было. Батон. Сколько таких случаев бывает, что приходят УЗИ делают и говорят, нет, там щенков нет. Или наоборот. Там сука рожает. Или наоборот. У нас в Астон-Терьеров кто-то рассказывал, что насмотрели четыре щенка, она пустая. Так что это что угодно. Они сердцебиение там нашли. Да, сердцебиение. Да, да, да. А сука вообще пустая. В каком месте-то они смотрели? Да, да. Видимо, одно сердце и смотрели? Нет, ну ладно, теряемин-то как бы другая тема. Это вообще бесконечная тема. Просто удивительно, конечно, уровень, вообще общий уровень при наличии интернета, в общем-то, доступности информации. Люди готовятся покупать собаку. Это же не то, что белый лист, а это просто хуже, чем белый лист. Минус. Эти люди, эти люди не готовы ничего читать, вот только из-за этого, что не готовы ничего читать, кроме этих форм. Но как это сочетается-то с желаниями делать узи сердца нафиг и нежеланием читать? Они форму читают. Ну ты хорошо, да, что ты сделал узи сердца, дальше что? Где три, четыре строчки, понимаешь, вот они читают. У нас что, болезни ограничиваются только сердцем? Вот хотел бы попросить, какую книгу вообще за свою жизнь про собак прочитали. Ни одну, я думаю. А все книги про собак, в принципе, они одни и те же. Ну хотя бы одну надо прочитать. Нет, там много как бы информации, ну, не то, что неправильно, они нужны, лишние, но там, в общем-то, основа-то в книгах есть. Хотя бы основа вот того, что необходимо, чтобы хотя бы этого щенка дорастить до взрослого состояния, не загубить его раньше времени. Ну и про кормежку там, как всегда, чем кормить, чем поить. И дурацкий вопрос всегда, а можно ли кормить со стола? Это уж, как, это уж обязательный вопрос. Нет? Мы говорили... И, кстати, про витамин Д это сказал, когда, ну, про прогулки, тоже был вопрос, а можно ли приучить к пеленке? А, и про пеленку, ну, конечно, да. То есть гулять мы не хотим с собакой, мы хотим, чтобы она, как дрессированная шимпанье, ходила на пеленку. Да там, потому что во всех объявлениях, как ни почитаешь, везде все написано, ходит на пеленку. Ну, и он ходит на пеленку, потому что он в вольерчике сидит. Конечно, он ходит на пеленку, а куда ему еще ходит. Я с ним всегда быстро это самое убеждаю, что будет ходить на вашу пеленку. Ну, это-то да. Потому что любой щенок, одно дело, вот в том помещении, где он живет, ходит на пеленку, когда он притащится в вашу квартиру, то его нас тоже приучать. Только они не понимают одного, что собака либо ходит на пеленку, либо он ждет, когда его выведут, а не то, что... Ну, я и сказал, за шести месяцев вообще требуется. конечно, это все после шести месяцев. Чтобы он еще терпел, невозможно, потому что за шести месяцев у них мозг еще не бывает. Стараться просто и все. Не ларит. Не ларит. Вот так. Так что, в общем-то, щенку повезло, я думаю. Ждите продолжения. Таким, таким владельцам, конечно, в принципе, и не надо щенков. У нас таких... Не, ну, процентов таких сколько? Процентов, наверное, 60. Ну, это-то крайний случай, конечно. Причем, не крайний, не крайний. Не, ну, такие самые крайние. Когда приезжала, мы-то так смотрела, вот это был крайний случай. Правда, мы забыли, что там было. Так как-то ужасовало. Да, тетенька на своих двоих попалась и откуда-то из-за города, то ли из сосны, этого... Да, далеко ехала. Да, откуда-то приперлась, да, с рюкзаком на плечах, пришла, сидела, слушала, слушала, я, наверное, полтора часа, я посчитал. Потом что-то она загнула такое, что мы забыли, что-то. и в конце концов она учисала обратно со своим дружоком. И мы в изумлении просто были. Жалко времени и энергии, которые драчут на таких людей. Что делать-то? Главное, что еще хотелось бы заметить, что они вообще не запоминают. Будут что-то им говорить? Нет. Одно уху улетает, другое улетает. И главное, они делают по-своему. Делать по-своему. Они все равно будут делать по-своему. И делать будут по-своему. А потом они будут звонить тебе через пару дней и говорить, что-то там запрестал. Начинаешь с ним разговаривать, выясняется, что он что-то там сожрал у них, что-то они ему дали. Понимаете ли? Я помню какую-то там давно уже на заре нашей деятельности тоже волонку, как сейчас помню. И звонит такой через день. Он у него, значит, понос. И я говорю, что ел? Гречневую кашу мы с ним ели. Блин. Гречневую кашу ели. Я говорю, знаешь, ты открываешь рот такой от взумления, потому что первые секунды не знаешь, что сказать. А все было сказано, что можно, что нельзя. Похрен. Опять же, опять же, что такое сутки? Сутки это много. Чтобы загубить собаку или заразить ее, конечно. Не фиг делать, тем более, когда щенок находится на карантине. Во-вторых, в том доме, где есть дети, там вообще может быть что угодно. Это может шоколадная конфета быть, это может что-то еще. Нет, нам реально... Колбасу какую-нибудь. Так, а ты помнишь, нам приносили, без сознания это грифона приносили? Да. Без сознания принесли, ну, это мы отдельно потом, я вспомню, отдельно расскажу. Без сознания принесли грифона, то есть он у них бегал, сто процентов он башку ударился, видимо, о дверь. Он или отвергался, или свалился с дивана. Вот, стопудово, потому что, когда щенок падает с кровати и с дивана... И такие, главное, приходят, типа, типа, ты виноват. Ну, я его как бы взяла, просто взяла, ну, то есть ожил, все нормально. Ну, просто такие, главное, с таким видом, главное, приходят, типа, заберите вот у него. Я говорю, люди, да чего, конечно, сочетание тупости и наглости. Потому что, во-первых, они все врут. Да, конечно. Они все врут. Никто правду не говорит. Как-то чем правду себя вину? И сценарий вранья один и тот же. из года в год, и десятилетие в десятилетие. Вот и все. Ну, мы-то с такой опыт, что мы уже, как бы, это все, вот прямо, он такой рот открывает. Мы уже просчитываем, что он скажет. По поведению видно. Ну, просто иногда вот те вопросы, вот, которые вот, действительно, вот это узи сердца, это просто нас изумило. Это вот точно. На них, я говорю, я не сказал. Почему сердце? Вы знаете, вообще-то надо обследование производить по мере необходимости. Конечно. По симптомам. А не обследовать здоровое животное. Если, конечно, собака или там животное показывает, что оно действительно больное, нездоровое, может она, конечно... Опять же, еще надо подумать, где это все, еще найти, у кого обследовать. Просто надо подумать. Чтобы тебя не развели. И частенько надо подождать. Конечно. Не надо нестись, как это самое, уместись надо, когда животное уже видно, чтобы оно отравилось, вот оно помирает. Симптомы надо понять, к чему. Уже не пьет. Вот это да, это действительно. Потому что врач увидит животное, он меньше знает об этом животном, чем владелец. Поэтому... темы такие тоже. Там, допустим, щенок захромал. Ну, захромал. Причина-то какая. И что захромал? Щенок вообще может хромать. Да потому что у него формируются суставы. Да лапу на колоду. Он бегает на улице. Да что угодно. Потому что мягкие суставы. Суставы формируются до полутора лет вообще. И кости у собак. И что? Дисплазия. Да. Дисплазия. Наблюдай собаку. Понеслись. Ну, потому что слышали звон не знает, где он. Ну, вот так вот. Это первый случай. Будем рассказывать. У нас таких случаев вообще было очень много. Ну, мы как-то... Дисплазия марлезонского балета закончилась. Да, но мы как-то не фиксировали это, а только собирались. Ну, мне кажется, что стоит. Не, не только сердце. Почему же сердце? Почек еще надо. Нет, надо все. Надо, понимаешь. Она же и сказала, что и это, и это. Говорю, на есть лишние деньги, делайте, что хотите. Ебанное. Хоть УЗИ, хоть не УЗИ. Дайте все анализы. Они засунут в компьютер ваши анализы. Там компьютер выдаст 50 диагнозов. Они потренируются. Да, 50 диагнозов выдаст этот самый компьютер. Вашу кровь. Они сами эти диагнозы уже совершенно не умеют ставить. На вашу руку. А они диагнозы не ставят, они не пишут. Да, да. Зачем рисковать? Понимаешь, зачем рисковать? И вот мало ли меня оттого будут лечить. Вот тебе тема сразу. А опять же, владельцы вот об этом не думают. Хотя они ничего, конечно, не могут. Они полностью бесправны перед ветеринарным врачом. Просто-напросто не только они безграмотные. Потому что если врач назначает лечение, он должен указать какой диагноз у собаки. Ну ты приходишь к врачу, либо ты уходишь от этого врача, либо соглашаешься с тем, что он делает. Понимаешь? А он же не дурак, он же это делает сознательно, он же сознательно не ставит диагноз. Поэтому у тебя остается либо рискнуть, либо уйти. Конечно. Ты же его не заставишь. Поэтому что? Потому что когда сдохнет животное и ты потащишь ее на, допустим, на патололеонатому, там окажется другой диагноз. Вот тебе и, пожалуйста, там и договор такой, что не преклупакуешься никогда, ну и как бы претензий не предъявишь никак. Ну, грозный, сейчас как у них договор? Да сейчас и было это всегда. Говор же, и этот самый, ты же подписываешь бумажку. Да, что претензий не иметь заранее. Да, заранее. Да, да, да. И собака помирает от анестезии. Да нет, у нас был такой опыт, когда владельцы что-то загубили в клинике собаку, и она пыталась, вот к нам приходила в клуб, значит, чтобы оценить собаку. Ну, как бы это суд подавала. И нифига. Ну, то есть, во-первых, собака оценивается ну, как просто как фактически бездомная, там, что-то десятку оценили. Ну, и какая? Ну, и что десятка? Ну, моральный ущерб, там, не знаю, рубль. Ну, в общем, это все безнадежно. Как и человечка, это же ничего не стоит, а уж собачьи тем более. Умей. Ну, ладно, все. Субтитры сделал DimaTorzok